Всем привет! 19 февраля 2019 года. Сегодня я посетил бассейн Олимпийский. Собственно говоря, в чем, скажем так, радость или печаль? Два сразу в одном. Во-первых, я, что удивительно, никогда не плавал в бассейне Олимпийском, несмотря на то, что, казалось бы, многое с ним связывает, и великая спортивная история, и мой папа, который в этом бассейне стал в 80-м году Олимпийским чемпионом по водному полу. Это было последнее золото вообще в истории нашей страны, второе и последнее золото. Первое золото было в 72-м году, там в составе сборной Советского Союза играл мой дядя Анатолий Акимов, а в 80-м году уже мой папа стал Олимпийским чемпионом. Я работал на одном мероприятии в 2015 году на Мировой Лиге по водному полу. Моя профессия ведущего мероприятий тоже пересеклась с этим легендарным местом. Но вот в 2019 году, с 1 января, спорткомплекс уже закрыт, и там идет такой глобальный радикальный ремонт. Он уже не будет самой крупной площадкой для проведения мероприятий в Европе. Зал уже дробится на отдельные площади, офисы и так далее. То же самое коснется и бассейна, где уже планируется открыть аквапарк, планируется 5000 парковочных мест. И все это безобразие откроется уже в 2021 году. Поэтому, конечно, исторический облик не будет сохранен. И сегодня у меня появилась возможность побывать в этом бассейне, в этой легендарной воде, потому что там ничего не менялось с Олимпиады 80, сделать фото на памяти. И все это благодаря моему замечательному другу, заместителю исполнительного директора бассейна Олимпийский, Олегу Рудакову. Давайте посмотрим, как это здорово. Всем привет! Вот и наступил этот день, когда я добрался до бассейна Олимпийский. Именно здесь проходили игры Олимпиады 80, точнее сказать, уже финальная часть Олимпиады, когда шли состязания в сложнейшей борьбе за Олимпийское золото. И как раз сборная Советского Союза вместе с моим папой Владимиром Акимовым заняла первое место. Ну что ж, посмотрим, попрощаемся, понастаргируем. Давай! Я забросил Владимир Акимов, Советский Союз. Совсем точно так в плавательном секторе. В плавательном секторе спорткомплекса Олимпийский находится вот такой вот стенд, посвященный Олимпиаде 80, и здесь есть сборная золотая, по-моему, на поле Олимпиады 80. Пока есть, но, возможно, уже скоро не будет. Не будет? Вот эта плитка здесь осталась с Олимпиады 80. В принципе, сам бассейн тоже с Олимпиады 80 остался. Я узнал, что тут делали частичные замены каких-то там плиток, которые могли выпадать. Ну, соответственно, прыщковые все эти конструкции, они современные, а так все древнее. Прибуна древняя, все самые сидения. Да, это наша демонстрационная ванна, самая большая, где проходят все крупнейшие соревнования, в том числе мирового уровня, например, этапы Кубка мира или международные матчи по лодному полу. А сейчас с Ромой мы переходим в прыжковый сектор, где несколько вышек, трамплины, проходят у нас синхронные плавания, занятия. Посмотрим, кто сейчас чем там занимается. Ух ты! Здесь микронистки. Сейчас синхронное плавание. Несколько школ, несколько тренеров. И вот четыре дорожки под плавание по разовым билетам. Сейчас мы с Ромой... Залезем, их постебем. Давайте тут повторять за ними все. Эти очки там ты под водой можешь посмотреть. Из прыжкового мы снова вернули демонстрационную ванну и теперь зашли в тренировочную. Тоже 50-метровая вода. Здесь, соответственно, спортсмены разминаются перед тем, как выступать в демонстрационной ванне. Здесь несколько залов. Футбольные, десятибольные, теннисные. Они находятся по краям воды. Ну, собственно, здесь народу всегда побольше, чем демонстрационные. Вот плавают. Вот такая штука у нас тоже есть. Сегодня у меня состоялась еще одна интересная встреча. Я очень хорошо пообщался с олимпийским чемпионом 80-го года по водному полу. Бронзовым призером Олимпиады 88-го года Михаилом Владимировичем Ивановым. Человек, который не просто играл в сборной Советского Союза вместе с моим папой и стал вместе с ним олимпийским чемпионом, но и был другом моего отца. Он нам сказал много интересного. Я сейчас покажу небольшие фрагменты, но на моем канале на YouTube для любителей спорта, нашей спортивной истории и водного пола я выложу полную версию. Это где-то полтора часа. Будет видео такое мощное, поэтому для тонких ценителей водного пола я думаю, это будет очень интересный материал, а со временем он обретет еще большую ценность. По поводу Володи у меня воспоминания всегда были хорошие, потому что, ну, он к нам бракал как отец был, а он был старшим братом. Я хоть и был центральной нападающей, но мне, я как молодой был. Володи так встречались, как бы мы только на соревнованиях, я слышал по тем годам, что была какая-то династия из Акимова. Мне-то повезло в чем, у меня вот эти игроки были, это Владимир Акимов, Елисеев, Горгонов, там вот эти 53-го, и Татарин, и Сидареев у меня, я уж там из других. У меня было у кого учиться, если бы мне и подзатыльник могли дать. Я был такой, ну, довольно-таки во дворе крутой, но могли так фактически дать. У нас была поддержка, было какое-то отеческое отношение. Ну, потом, так как я, может быть, ты знаешь, я из Кузьминок живу. Да. Ну, и папа твой получил квартиру там. На Ташкентске. Да. У меня даже, вот, были два брата. Как я с Толей Акимовым, ну, я не мог подойти, у меня это был потолок там. Я уж потом, мы устреляли их некими чемпионами. Я говорю, ну, там где-то нас чествовали, я говорю, давай познакомься. Папа просил, познакомься с Анатолием. Вот так познакомься. И эта команда, она планировалась и в 84-м, понимаешь? На Олимпиаду, да? Да. И если бы, я думаю, рассчитывали так, понимаешь? А на Володю рассчитывали, потому что он был неудобный игрок для всех. Когда это случилось, все же игроки мне, и немцы, и это. Для них это была потеря, они любили его удары. Ну, его игру любили, понимаешь? Ему не зазорно было в этой сборной подойти к любому игроку. Больше он подвижных и столбов, он не только же душой, он очень играл чисто, он же не был грубым. Если его координат, ну, вот у него по твоим данным, ну, как ты, чуть-чуть, но ты даже поздоровей. Ты побольше роста, да? Нет, роста я не говорю. Да, роста у тебя больше, но конфигурация, у него такие эластичные были мышцы, у него не определишь. Понимаешь? Ватерполистовый лет. Но он так мягко играл, у него же Гришин научился играть. Не до Галиев вот этой чистой игры. А эту сейчас никто так не играет. Он не играл вот так вот, справлялся со всеми. И он мог подсказать, как мне. Вот у меня был мой друг венгер Судар, он защитник центральный был. Он единственный, кто играл со мной спереди. Я не знал, как с ним играть. И до этого я говорю, Вова, помоги, расскажи. Он мне это помогал. Я это рассказывал. Я ему помогаю. Вечерний Олимпийский, ночная Москва, красивая луна и приятное послевкусие от этой встречи, от этого чудесного дня. Дальше уже будет поездка в офис. Там часок еще успею поработать и потом домой. Таким вот замечательным был этот день, 19 февраля 2019 года. Пока-пока.